На сегодняшний день в службе занятости по Лазаревскому району зарегистрировано 111 человек безработных. Некоторые из них, как манны небесные, ждут начала курортного сезона. По данным налоговой службы, в районе зарегистрировано всего 4597 предпринимателей. Для сравнения, в центральном районе их 8537. Глава города лично встретился с бизнесменами, потенциальными работодателями и соискателями, кто никак не может найти работу. Это категория наших горожан, о которых все-таки мы будем запутаться. И я ощущаю, что будем принимать меры, чтобы эта категория была носить. Все-таки нами защищена от всех этих экономических проблем, которые мы должны быть возникать. Но при этом я задаю это, что работа способным населением должно работать. Сегодня в стране в целом и в Сочи, в частности, уделяется значительное внимание малому и среднему бизнесу. Разрабатываются и внедряются программы поддержки для начинающих предпринимателей. В край действует система так называемых налоговых каникул. 17 миллионов 800 тысяч рублей выделили в 2015 году в городе Сочи из местного бюджета на поддержку начинающих бизнесменов. Мы субсидируем предпринимателей, которые зарегистрированы менее 12 месяцев, осуществили приобретение основных средств или оборудования. И такой предприниматель у нас может получить поддержку до 300 тысяч. Что является безусловным подспорьем для предпринимателей, которые еще не встали на ноги, по сути дела. Они могут продержаться на полу за счет этих средств. В 2015 году у нас реализовывалось мероприятие по компенсации первоначального взноса по лизинговому платежу. Целевой аудиторией такой поддержки являются у нас производственные компании, сектор показания транспортных услуг, строительные компании. Средняя сумма субсидий по этой поддержке составляла 800 миллионов рублей на одного субъекта предпринимателя. Также в прошлом году предпринимателям компенсировали часть процентной ставки по кредитам в сумме до 300 тысяч рублей. За такой поддержкой в основном обратились предприниматели Центрального и Адлерского районов. Лазаревцы же пока живут от сезона до сезона. Анатолий Пахомов дал поручение, чтобы начинающие предприниматели могли подавать заявление на поддержку их деятельности не в центре Сочи, а непосредственно в районном МФЦ. Существуют сегодня и выгодные кредитные пакеты для желающих заняться своим делом. Действуют в крае специальные фонды, которые оказывают начинающим бизнесменам всестороннюю поддержку. Также мэр поручил чиновникам Лазаревской администрации курортному сезону сделать торговые ряды исключительно для местных жителей, выращивающих на своих приусадебных участках овощи и фрукты. Причем предоставлять их местным пенсионерам будут бесплатно. Маститые предприниматели, такие, например, как Аркадий Тавадян, уже не один десяток лет в бизнесе. Он точно знает все тонкости этой кухни и говорит открыто, впереди самые тяжелые месяцы для лазаревцев. Деньги от предыдущего сезона уже на исходе, новый поток туристов будет не раньше мая. Но как бы ни было трудно, готов принять в свой коллектив еще несколько человек, ведь работа людям необходима, как воздух. Мы к инициативе главы города отнеслись с большим пониманием. И это понятно, что это все делается на правильном уровне. В сознателье предприниматели осознают и понимают, что если одним, двум, трем бабушкам, дедушкам хотя бы на полставки или на ставку возьмутся на работу, это будет для них очень большой толчок. Это вопрос и совести, и вопрос семейного бюджета и все-все остальное. Екатерина Верховец без работы больше полугода. Регулярно просматривала объявления в бегущей строке и в газете, но не находила подходящего варианта. Со встречи женщина уходит уже трудоустроенной. Очень плодотворная была встреча, мне очень понравилось, кстати говоря. Все излагалось доступно и, во всяком случае, нашла я себе и работу. Слава Богу, не на полный, может быть, рабочий день, а там уже как договоримся. Так несколько человек ушли со встречи с уверенностью в завтрашнем дне. Молодых людей, желающих работать на себя, но не имеющих начального капитала, заинтересовало возможность получить помощь от администрации города. Обеспечить себе достойную жизнь вполне реально отмечают власти. Все условия на курорте для этого созданы.